18 мая в Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие 25-й ежегодной конференции Международной организации «Не спаси! Инновации управления в государственном секторе», которая продолжает свою работу. Специалисты из 35 стран мира 19 мая уже стали обсуждать вопросы, которые касаются их направленности, и оценивать площадки и ресурсы, предоставленные университетом участникам юбилейной конференции. Эта конференция очень важная для людей, которые работают в сфере политики и государственного управления, потому что данная конференция основана много лет назад и помогает познакомиться с экспериментами в государственном управлении, которые проводятся в других странах. Для нас, для Грузии, это очень важно, потому что мы меняем и мы подстраиваем наши отношения, и мы собираемся, чтобы отдать заявление перед членом Европейского союза очень скоро. Так что менять Грузию и менять наши муниципальные власти, это очень важно для нашего правительства, для наших вызов тоже. То есть это очень важно, мы очень активно участвуем в этих мероприятиях, чтобы как можно скорее поменять грузинское управление. Глобализация и развитие информационных технологий становится новым вызовом для развития госслужбы. Граждане становятся более информированными, имея возможность сопоставлять и оценивать решения, применяемые другими странами. В этой связи очень важно иметь общую платформу, на которой практики и ученые могут объединить свои усилия и обменяться опытом для эффективного государственного управления. Напомним, что цель мероприятия «Не спаси» – обмен знаниями и навыками объединения усилий в поиске оптимального решения актуальных проблем государственного управления. В рамках обсуждения будут затронуты такие аспекты, как реформирование государственного регионального управления и местного самоуправления, межрегионального сотрудничества, реализации государственной политики, внедрение IT-технологий в процесс управления. Международная площадка продолжит работу в КФУ до 20 мая. Диана Шилова, Леонар Довлетьяров, Универ Ньюс.